Медаль высшие пробы вот уже несколько дней украшает шею Дарьи Сироткиной. Высокую награду девушка привезла из Краснодара со всероссийской летней спартакиады учащихся. В руках у спортсменки малокалиберный пистолет. Несмотря на то, что оружию почти 30 лет, работает оно исправно и по сей день приносит победы. Последняя далась тяжело. Мы сначала начали стрелять и когда у нас оставалось три человека, у нас одинаковое количество очков было несколько раз, перестрелка. И два раза была перестрелка, то есть там всех уже трясет из-за этого. У меня еще патроны закончились, в общем, мне 15 штук. Если бы мне не принесли в винтовочнике патроны, то я бы просто сошла с соревнованиями, на третьем месте бы осталась. Даша родом из Кинишмана, часто приезжает в Иваново на тренировки. Мера вынужденная, на домашней базе нет разрешения на стрельбу из спортивного оружия. Занимается девушка шесть раз в неделю, по четыре часа. Технику оттачивает под руководством тренера с 36-летним стажем. Мне все время помогает, то есть на соревнованиях он там ходит, нам просит, чтобы нас пустили, там отправили нас. То есть поддержка во время соревнований, чтобы я не волновалась. Золотая медаль – заслуга не только спортсмена, но и его тренера. Достичь высокого результата позволили регулярные тренировки, авторские методики, секреты которых не раскрывают, и, конечно, взаимопонимание. Мы с ней долго, упорно работали, сейчас она физически окрепла, и уже показывает. Технически она готова, тактически тоже, немножко психологически еще возраст такой колеблется. Но вот ей чуть-чуть сейчас психологически закрепится, она пойдет очень высоко. Учиться в школе Даша остался всего год. Таких планов пока нет, но продолжать спортивную карьеру будет однозначно. Через пару дней девушка снова поедет на соревнования, теперь уже в Казань, на первенство России по пулевой стрельбе. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.